Вот хотите? Читаю. Я глупый человек, наверное. Центр русской культуры. Вы со мной общаетесь на русском языке. Вопросы ко мне есть? Расскажи, пожалуйста, про русский. Есть русским общество, которое находится в музее изобразительных искусств Верещагина, которое несет русскую культуру в полной мере. И к ней никаких претензий нет. Они не приглашают культуры с русским языком. Мы все люди, мы понимаем, что мы говорили на русском языке. Речь о другом мы. И очень прекрасно о ней делаем. Который человек ассоциируется у нас с русским флагом, понимаете? Я же объяснил. Вы призывал в Уставе «Ну». Нет, давайте посмотрим на это по-русному. Высокие носители русской культуры. Женя, ну имей совесть. Пять минут назад вы нашу полицию просто протонули, сказали, идите там, делайте еще документы, потом придете, через полгода мы с вами по-русски. А здесь мы что-то обсуждали. Что мы обсуждали? Это помещение плохого русского состояния. Олег Петрович, не передергивайтесь. Не передергивайтесь. Евгений Петрович, это у нас носители русской культуры? Это огромные носители. Дорогие товарищи, ну вы действительно уже мою персональную личность вводите в ранг организации. Значит, можно было, я срабоюсь, я срабоюсь, я срабоюсь. Моя реализация, это ты национальный, но ты его несешь. Ты сама отвечаешь за это. Надо говорить раньше, это не значит. Дорогие товарищи, я не люблю проводить сравнение, но поскольку их начали проводить, а меня, когда я была депутатом, а вы были общественниками, ну я не позволяла себе таких депутатов, я никому не говорила, имейте слово, я всегда выслушивала, я приезжала, я разбирала. Если вы не были депутатом, вы бы не получили тогда помещение, давайте. Дело в том, что вот, хорошо, в том, все. Почему другим организациям мы не даем депутатам получать? Причем здесь депутат, я просто там находил ассоциацию СМД, я знаю весь тот процесс, когда это был. В то время, да? Я смотрю, сколько мы людям, это самое, продвигаем аренду, они не были депутатами. Значит, что другие общественные организации не дают помещение. И даже не всем депутатам давали, вот у меня нет помещения. Хочу, бери, не хватает, наверное. Будем подводить итоги. Крения закончили? Ставлю вопрос на голос. Кто за голос? Мы не получили ответ на вопрос по поводу смены руководителя. Мы не имеем права общественную организацию наклонять и заставлять менять уставные документы. А мы не заставляем. Мы предлагаем право тебе. Мы предлагаем. Мы не имеем права, это предлагаем. Игорь Николаевич, давай мы перенесем этот вопрос. Куда? Куда? Мы уже изучаем. Есть мнение, которое вполне сложилось. Мнение общественности, мнение части депутатов. Просто видно, что мы находясь в одной комиссии. Мы сейчас разделимся по партийному признаку. Я вам обращаюсь к другим признакам вопросного с вами с наградом параллельно. Все, я за. По пункту 4.31. Кто за то, чтобы Миколаевская Минской Громадской Организации Центра Русской Культуры РОС продолжить договор аренды на один год? Кто за то, кто против? Решение не принесет. И что это поменяет? Обращайтесь к нашим коллегам. Первый же покороны я вас всех возьму и приведу туда. И вы будете смотреть в глаза родителям, детям, женам. Я не знаю, что вы им скажете, но вы же туда не ходите. Вы не ходите, не помните. Вы ходите куда угодно, но не на покороны, понимаете? Русская культура с другой стороны. Не надо идти врать на рейсов и кричать. Я не кричу. Я пытаюсь вам назвать. Я, Леонид Петрович, я, УВД. Движемся дальше. Все. Не надо пробить. Давайте следующий вопрос. Это момент истины. Никуда не двигаешься. Пожалуйста, уважаемые журналисты по точке качения. Я написал. Это момент истины. Движемся дальше. 4.32. Товариство войсковых мысливцев на рыбалах. Товариство гарнизона.